здравствуйте дорогие друзья у нас с вами очередной сюжет прошлый вы помните мы делали в районе спортивной базы узкой о чем нам напоминает еще раз остановка общественно городского транспорта с противоположной стороны это все выглядит примерно вот так вместе с тандемом стоянок самого севастопольского проспекта ну и в этом сюжете мы с вами будем двигаться из этого места вот туда куда повернута камера в сторону центра москвы еще раз спортивная база узкая севастопольский проспект ну и с противоположной стороны также площадка парковочная для того чтобы можно было сюда прибыть оставить свой автомобиль бесплатно и пойти покататься на вот этих вот прекрасных горках ну собственно говоря по этому месту мы сделали отдельный сюжет я его приложу в правом верхнем углу будет приложена ссылка ну и давайте проедем с вами в сторону центра города еще раз делаем очередной наш проезд ну и постараемся описать то что происходит вокруг включая разные жизненные моменты которые сопровождают нас здесь и водителей и пешеходов и жителей и гостей столицы ну и коль у нас ранее возникали какие-то вопросы то постараемся за время движения в этом сюжете но ответить на некоторые волнующие зрителей вопросы ну и также дать какие-то комментарии во время движения и так один из распространенных вопросов по поводу грязных улиц грязных автомобилей почему это происходит как вы видите сам севастопольский проспект он располагается мимо лесопарковых зон мимо холмов каких-то вот вы видите подъемов низин и естественно в такую погоду в сырую когда либо выпадают осадки либо подтаивает снег то естественно попадает в эти низины скапливается вода скапливается грязь но и далее попадая на машины разносится по дорогам самого города поэтому есть вот такие у нас места естественно это не ничего не стоит на одном месте и какие-то решения придумываются вот вы видите технику которая будет на протяжении нашего пути постоянно нас встречать вот такими подобными колоннами то есть не остается без внимания вот подобные дороги которые но несут в себе не основную нагрузку города но тем не менее здесь достаточно много разных потоков которые идут и в сторону города в сторону москвы и центра куда мы с вами движемся но и также в противоположную на окраины спальные районы города но и также за пределами московской кольцевой автомобильной дороги вот опять снова техника которая убирает продолжает несмотря на непогоду или наоборот погоду следить за дорожной ситуации за обстановкой и вот такими колоннами потихонечку выдвигаются на все дороги на во все районы многие жалуются о том что не всегда не доходят но у них есть тоже свои правила свои задачи начинают они с основных трасс но и потом потихонечку добираются уже ближе до каких-то районов на окраинах города но все равно у нас происходит так что много недовольств есть у нас и оппозиционные движения которые тут же подхватывают какой-то почву для очередного раздувания и вот в одном из предыдущих снегопадов была такая история когда встал мкад встала третье транспортное кольцо не могли проехать автомобили ну и естественно оппозиционники сразу обвинили во всем власти в том что они не справляются то что не хватает техники то что она там где-то стоит и простаивает вместе с загорающими коммунальщиками на самом деле проблема в другом то есть средства массовой информации а также сми показали основную причину и причина была простая то есть это большие грузные автомобили которые скопились шлифовали на этих дорогах ну и создали затор и сейчас мы к этому возвратимся мы добрались с вами по правую руку у нас балакласский проспект по левую улица обручево которая уходит в сторону аминевского шоссе ну пересекая скажем так основные дороги такие как профсоюзная улица ленинский проспект проспект вернадского мичуринский проспект генерала дорохова до мажайское шоссе ну в общем можно пробраться практически не въезжая на московской кольцевую автомобильную дорогу но также 3 транспортное кольцо или садовое кольцо вот в по основным трассам также где мы начинали движение по севастопольскому проспекту можно было уйти на улицу миклуха маклая которая была на первом кругу ну и также проехать через эти трассы но на херсонскую улицу вот здесь вот мы с вами не повернули хотя зря я этого не сделал и вот попали мы в небольшой заторчик отправил такие заточки создается в результате либо плотного движения либо какой-то аварийной ситуации либо ремонтных работ которые достаточно плотно происходят практически в каждом районе города с ними можно всегда столкнуться но благо здесь пробка не плотная и движение все-таки есть еще раз возвращаясь к теме фур отмечу следующее что не по погоде автомобили груженные на практически дорожные резины которые не имеют снежный протектор уж тем более шипы естественно они шлифовали и не могли сдвинуться это привело и к самим перевозкам то есть проблемам также к проблемам движения самого города транзитного транспорта но и конечно коммунальных служб которые просто физически не могли пробраться к тем местам где нужно было следить за дорожной ситуацией поэтому на следующий день был разработан дополнительный план то есть сотрудники сода на всех основных трассах выставили вместе сотрудниками дпс мобильные посты и автомобилям до 12 тонн было запрещено движение в сторону города на третье транспортное кольцо это естественно и на московской кольцевой автомобильную дорогу и таким образом буквально уже на следующий снегопад это решение было очень здорово отработано и сами фуры не встали в многочасовые пробки вместе с водителями вместе с транзитным транспортом и в общем этот вопрос был решен но оппозиционное движение уже успели выплеснуть свои негативные мысли и фразы в сторону того что город не справляется своими прямыми обязанностями такое к сожалению у нас есть уходим мы с вами на улице каховка далее у нас движение если мы прямо вы поехали вышли бы на нахимовский проспект ну и так пересекая вот основные поперечные скажем так движение в сторону третьего транспортного кольца до метро тульской но туда мы с вами не поедем и поедем по каховки которая выведет нас на улице наметкина через газпромовские здания обратите внимание что дома разные и пятиэтажки и дома там советского времени и более современные там двухтысячных годов дома ну и так далее так далее вообще здесь огромная гигантская территория которая у нас как бы называется как газпромовские территории многие здания здесь находящиеся относятся к ним но тем не менее хотелось бы обратить ваше внимание на то как развивается город как он быстро строится то есть не в ширину а высоту можно так сказать это как вот в детстве были такие игры где приходил мэр и из старых ветких домов потихоньку расстраивались пятиэтажки девятиэтажки 12 этажки ну и так далее так далее до небоскребов вот в принципе та же самая история поменялся мэр вот обратите внимание какие строения есть под газпромовской территории уже традиционное здание которое известно вам многим зрителям из основных новостных лент но также и средств массовой информации ну и прилегающие дома построенные в разное время вот в окружении этого газпромовского места или газпромских территорий нас окружают подстраиваются сносятся и промышленные какие-то зоны возводятся современные дома и вот в перемешку можно смело так сказать что потихоньку потихоньку благодаря вот и новым зданием и новым гиперцентром город потихонечку развивается вот обратите внимание на горизонт на горизонте но уже я не могу сказать что с правой стороны высокое здание но новое вчера построены нет это не так ее чуть раньше построили вот по с правой стороны стоят дома вообще давно были сделаны но а вот коричневые дома это вот новодел скажем так не так давно они построены очень много подобного класса жилья возводятся на всей территории москвы разные есть площади разные от малогабаритных скажем так площадей в виде студий однокомнатных двухкомнатных квартир ну и до серьезных площадей но на самом деле чем меньше квартира тем она дороже обходится и собственно говоря разница не совсем существенная между однокомнатной и двухкомнатной квартиры потому как спрос на однушки у нас есть многие приобретают это для сдачи жилья вот либо как вложение ну и вот в таких домах приобретают квартиры добрались мы с вами до профсоюзной улице пересекаем ее ну и движемся дальше до улицы который проходит поперек это улица архитектора власова если бы здесь были бы затора мы бы смогли бы с вами уйти правее на профсоюзной улице либо левее выйден также надо ближайшего перекрестка уйдя на улицу обручен таким квадратом можно было бы обойти эту пробку которая здесь иногда встречается впереди воронцовский парк и мы с вами делали здесь наши прогулки и зарисовки я думаю что в хорошую погоду теплую мы сюда еще раз возвратимся сделаем какие-то обновленные скажем так зарисовки но для тех кто пропустил мои предыдущие сюжеты я его приложу в правом верхнем углу будет зарисовка которую мы с вами давно сделали она уже конечно же требует обновления но тем не менее кто-то возможно соскучиться кому-то интересно посмотреть что же здесь за парк и что в нем можно увидеть поэтому я приложу один из своих сюжетов ну и буду рад если вы сделаете свою прогулку обратите внимание пролетел вертолет мчс с корзиной где-то что-то горит вообще в воздухе часто можно встретить вертолеты это как правило в основном службы спасения то есть мчс также есть полицейские есть пассажирский транспорт есть военный транспорт который прибывает ну например в министерство обороны на фронтской набережной либо это правительственный транспорт который которым пользуется и премьер и президент у нас приходят прям сам кремль ну это наверное основные единицы которые встречаются часто в воздухе но коммерческий транспорт тоже введен но не так часто его можно видеть потому как для того чтобы им воспользоваться получить воздушный коридор ну многое нужно оформить получить разрешение и так дальше мы по архитектора власова на академика пилюгина выходим это у нас район черемушки дома здесь не вчера построены это так разные современные скажем и низкие высокие современные и просторные и в перемешку конечно же с хрущевскими домами но тем не менее обратите внимание что потихоньку потихоньку и здесь все обновляется то есть на протяжении всего нашего маршрута будут нас сопровождать какие-то обновленные территории какие-то вновь построенные новые современные здания которые пришли на смену старым пятиэтажным домам и вот всему примерно горизонте вы как раз их видите ранее там были дома которые ушли под снос вот торговые площади ну и наверное можно смело сказать что вот движись движение у нас идет сейчас по улице гарибальди мы по конечно по ней по всей не пройдемся но на горизонте в принципе видны обновленные дома мы уйдем с вами на улице вавилова буквально вот после этого прекрасного кирпичного здания который мне очень нравится сразу повернем на право ну и скажем так многие говорили о том когда это будет а реновация что она вот не несет себе никакой радости и так далее но тем не менее вот обратите внимание современные дома все-таки возведены они располагаются на старых хрущевских домах конечно не все они попадают по программе рене реновации но тем не менее решают вопрос жильем с теми кто здесь проживал дают неплохие квартиры и потихоньку потихоньку город обновляется и так поворачиваем как я вам ранее сказал на улице вавилова которая точно также проходит параллельно и улице профсоюзной которая относительно нашего движения уже располагается по правую руку ну а по левую руку у нас с вами ленинский проспект в принципе по любой дороге которая располагается параллельно нашего движения можно добраться до центра но и также поперек вот как мы свернули с улицы гриба где можно добраться до основных трасс вот такими пробросами как мы их называем хордовыми сообщениями которые позволяют ну обходить скажем так заторы или какие-то уплотнения но по улице вавилова мы с вами не поедем мы в целом посмотрим на то что ее окружает как я уже говорил и современные дома и с левой стороны вот ну старенькие скажем так которые наверное со временем будут убраны и взамен них город поставит новые жилые ну скажем так массивы в которые заедут люди и будут более свободно и более комфортно себя чувствовать ну и давайте повернем с вами здесь на улице панферова которые вдали проходят в сторону проспекта и ленинского и вернадского и далее выходит на улице строителей конечно же мы пересечем эти основные трассы вы их увидите вот еще раз уборочная техника даже несмотря на то что вроде как снег убран до асфальта все равно тем не менее курирует курсирует по улицам города поддерживая дорожную обстановку где-то добавляет какие-то реагенты вот ну и собственно говоря следит за состоянием готовится к снегопадом которые у нас еще предстоят запись у нас идет в феврале месяце ну и вот как я говорил на смену стареньких домов приходят вот такие современные высокие обновленные жилые сектора дома комплексы как угодно их можно называть тем не менее в перемешку со сталинскими домами которые в принципе еще постоят и не один наверное десяток лет уже скажем так наступает эти дома на пятки скажем так я надеюсь что дойдет очереди до этих домов ну и взамен них жители получат какие-то комфортабельное жилье пересекли мы с вами ленинский проспект как я вам сказал движемся уже в сторону проспекта вернадского ну и наверное мы уже не раз проезжали обращали внимание на фасады здание здесь тоже не обратить внимание какие красочные яркие в разное время суток в разное время года мы делаем зарисовки я не хочу показывать как бы что-то привзято как многие зрители которые добавляются к нам говорят то есть я показываю полноценно те места по которым мы с вами движемся без каких-то вот вырезов формально только чтобы мы не простаивали в какой-то пробке или на светофоров иногда вот эти вот подрезаю кусочки но так целиком вы можете посмотреть на то что уже сейчас происходит в городе как он поменялся потому что многие покинули москву многие работают за пределами их самого города где-то в каких-то отдаленных уголках россии но и также за пределами самой стороны вынуждены это делать вынуждены уехать к семьям вот кто-то в преклонном возрасте уже дистанционно находится помогая своим внукам и детям но тем не менее скучают по городу хотят знать хотят видеть то что в нем происходит ну и вот у нас есть такой небольшой скажем так мой канальчик который показывает вам и пешие прогулки и поездки и парковые зоны ну и вообще цель моего канала для тех кто не так давно подключился это движение жизнь в городе которая нас собственно говоря повседневной жизни окружает поэтому там где есть грязь там она есть в сюжетах там и где есть осадки есть и они вот там где есть хорошее солнце и хорошая погода там и соответствующие сюжеты нельзя сказать о том что я привзято отношусь только положительным местам и сюжетом есть у меня красочные красивые сюжеты это как правило тематические какие-то сезоны но и есть вот такие правдивые скажем так поездки в которых я просто комментирую то что за окном вот мы с вами остановились на светофоре и видим как вот ребятишки молодежь но подрабатывает протирают стекла фары уже многие подзабыли это как правило было в конце 90 в начале 2000 нам таким образом молодежь зарабатывала ну и как вы видите это продолжается подростки пытаются найти себе заработок но и вот таким образом хоть какую-то копеечку зарабатывают с правой стороны у нас цирк соответственно на проспекте вернадского братья запашные руководят им новогодние инсталляции вокруг самого цирка об этом мы с вами делали уже много разных красочных сюжетов все их в ленту этой поездки вложить к сожалению нельзя но тем не менее я приложу в описании или в закрепленном комментарии общую ссылку перейдя по которой вы найдете все необходимое для себя в разное время включая и новогодние сезоны очень надеюсь на то что в этом уже году вопросы пандемии будут потихонечку сниматься и город получит те тематические сезоны которые нас с вами ранее были мгу за окном его территории огромные площади здесь мы тоже сделали с вами много разных сюжетов один из последних это салют давайте его прикреплю чтобы у вас была возможность посмотреть но и возвращаясь к тематическим сезонам не все таки хочется чтобы мы с вами посмотрели и весенние зарисовки летние и осенние посвященные и праздникам и ликованиям ну и плавно переходящийся в долгожданный праздник путешествие в рождество новогодний который у нас тоже к сожалению в этом году не получился но тем не менее зарисовки и этого года с прошлогодними инсталляциями также доступны на канале обращу ваше внимание что в двадцатых числах февраля месяца военные уже начали свои приготовления к очередному великому празднику посвященную 9 мая дню по победы поэтому я очень надеюсь что и это мероприятие у нас с вами в дополнение появится на канале те кто пропустили данное мероприятие это подготовка к параду выезд техники на территорию кремля красной площади также как они покидали в сам праздник территорию кремля это все доступно также на моем канале вместе с воздушной частью парада буду надеяться на то что в этом году мы с вами сделаем тоже зарисовки посвященными этому большому празднику но и у нас таким образом пополнится наша коллекция над нами проходит эстакада полевую руку движение в сторону воробьевых гор ну и потрясающие снимки можно сделать с этой эстакады в сторону центра города при хорошей видимости на территории воробьевых гор парковки есть они платные но и собственно говоря сделать какие-то памятные сюжеты у вас будет возможность вот примерно там находится у нас смотровая напротив университета но и виды на территорию лужников спортивного комплекса лужники одного из крупных в европе здесь у нас тоже были разные зарисовки вот вы увидите что какие-то корпуса еще требуют постройки то есть и ведется на территории возведения определенных сооружений спортивных но мы с вами сюда тоже постараемся еще добраться в теплое время года и возможно к этому моменту уже будут какие-то достроены новые корпуса которые нам удастся с вами показать заснять и просто провести там вокруг свое время сделать какие-то зарисовки впереди у нас появилась третье транспортное кольцо значит проехав прямо мы вышли бы на садовое кольцо далее выдвинулись бы в сторону храма христа спасителя через музей пушкина и вплоть до кремля здесь у нас такая вот сложная эстакада по левую руку если мы ушли ушли бы в сторону фрунзенской набережной поднявшись вверх по левую руку ушли либо в сторону внешней стороны третьего транспортного кольца но поскольку нам нужно в противоположную то вот такая вот хитрая развязка по третьим транспортным кольцом перенесет нас в противоположную внутреннюю часть куда мы с вами и выдвинемся но и будем движать движение свое уже держать по третьему транспортному кольцу в сторону москва сити так-то новый глядит в таких вот она щитах для оппозиционный вот движение конечно много сразу недовольств в плане того что будет грязно что щиты грязные автомобили грязные ничего не мы то но у них вечно что-то находится странным было бы если бы мы увидели здесь поливальная машина зимой который бы поливали дорожное полотно и вы согласитесь тем что каток был бы неизбежен поэтому вот это вот скажем грязь которая располагается на щитах шумовых будет смыта в самое ближайшее время то есть как с приходом весны когда сойдет снег конечно же это все помоют и мы с вами сделаем дополнительное видео по поводу тому то есть посвященное тому как отмывают город как его приводят в порядок ну и есть такая у нас акция в городе чистый город чистые автомобили конечно же за этим постараемся понаблюдать с правой стороны на железнодорожное полотно мы с вами многое делали зарисовок находится она также вот за щитами но чуть подальше мы увидим как по нему движутся поезда ну и на горизонте вот спортивные комплексы возводятся новые корпуса как я уже говорил то есть практически на всей территории что-то обновляется да и не только как бы здесь а по всей территории москвы ну и здесь вот торчат вот эти башенные краны и уже появляются высшие эстакады напомню напомню что стыки говорят нам о том что мы находимся на эстакаде значит под нами проходят какие-то трассы дороги развязки чуть далее будет река москва вот примерно где-то здесь вот мост появился и которая нас выводит на новодевичьи набережную и мы с вами тоже по ней двигались в сторону дому правительства ну и так вот огибая фактически русло реки мы делая такую петлю добирались до территории москва сити который располагается на горизонте напомню что территория самого москва сити она продолжает свою набирать свои обороты свою силу строятся новые высотки мы это тоже увидим но и также на горизонте просматривается то что окружает москва сити то есть дома продолжают появляться расти и вот с правой стороны две башенки во многих моих сюжетах они просто отсутствуют уже имеют такую примерно высоту я надеюсь что к лету они конечно же подрастут ну и мы со стороны сделаем с вами очередные зарисовки зрители мои это просят просят рассказать показать еще раз там побродить сделать в ночное время суток ну постараемся это все догнать наверстать и выложить в нашу библиотеку видеосюжет в которой доступно на моем канале но также по левую руку относительно нашего движения цветастые дома современные строения здания то есть в целом проезжая по спальным районам москвы добираясь до центра вы уже общую картину видите что обновляется город обновляются дороги появляются разные развязки информационные табло навигационные разные знаки которые подсказывают как самому автомобилисту так и пассажирам где мы движемся как мы едем поэтому у кого-то есть навигацию кого-то она старенькая у кого-то она не требует обновлений у кого-то мы должны перестроиться куда мы должны съехать ну вот все это в комплексе в тандеме вместе с городскими службами властями приобретает город получает все больше и больше новых инновационных решений ну и потихоньку превращается вот в в такой современный мегаполис где-то еще требует своего внимания и поддержки но вот на горизонте вы увидите уже то что окружает территорию москву сети но точно также со стороны выглядит современно подрастают и далее дома подтягиваются потихонечку обновляются но и в целом выглядит примерно со стороны вот так позвольте на этой минуте прекратить свое очередное видео послание скажем так поездку ну и сказать вам еще раз огромное спасибо за ваше внимание поддержку не прощая с вами жду вас в комментариях но и говорю свое традиционное но пока пока и до новых сюжетов а